Что у вас таки в Екатеринбурге? В музыке? В музыке процесс таки родов длительных происходит. Родов? Очень много коллективов, которые сейчас буквально в конце года должны выпустить новые программы. И вот, так сказать, в ожидании этого. Ну а старики, где Настя, где Пантыгин? Ну вот это касается и Насти. Вот сейчас она как раз записывает новый альбом. А Пантыгин записывает музыку к очередному спектаклю. Вот окончательно стал райский композитор. Окончательно? Да. Как думаете, дух-то Свердловского рока остался? То, что было 2-3 года назад, когда вы рванули в Союз, будем так говорить. Да, пожалуй, остался, потому что... Может быть, стало меньше людей, которые возле этого духа тусовались. Остались как бы те, которые планомерно работали тогда и сейчас. Вот они, видимо, и несли в себе. То, что называлось Свердловским духом. А в принципе, это просто общность музыкантов, которые есть в любом городе. Другой или менее, работают совместно. Ну и понятно. А коммерция не коснулась у вас, Свердловчан? Ну, такого всплеска коммерческой музыки у нас Свердловской не наблюдал. В основном все кормятся прежними музыкантами, все зрители. Может, вы душите попсу там? Да нет, особо никто не душит. Не появляется? Да, просто не появляется она. Не принято. Да. Как не Свердловская, теперь Екатеринбургская группа, так обязательно беда в песне. Какая-то замороженность, беда. Вы, жизнь там такая, откуда темы такие? Ну, видимо, да, край бедовый. Да, не знаю, откуда такие темы возникают, но, в общем, всем как-то, видимо, невесело все там происходило. И все считают, что вот в альтернативе, как бы, идеи освобожденной музыки от проблем, все как бы внутри себя свободу ищут. Поэтому, видимо, беду там отыскивают какую-то. Ну, хорошо, а как думаете, что дальше в союзе с музыкой будет? Вот, как это? Будет ли по-прежнему противостояние вот этого, что, типа, мы с одними или с другими на сцену не выйдем? Или сейчас попса накупит себе дорогих аппаратов, и вообще вы уйдете в партизаны, и там где-то по глухим чащобам будете нести свет? Ну, давно уже Градский, по-моему, сказал, что страна большая, на всех всего хватит. Я думаю, что процесс расслоения, так сказать, публики по интересам закончится рано или поздно. Все будут в своей площадке, я имею в виду по количеству зрителей, одним стадионом, другим клубом, и все будут существовать достаточно мирно. Ну, а еще я надеюсь, что когда-то возникнут полуинфраструктуры музыкальные, в которых найдется место и звездам, так сказать, крупным каким-то, и какой-то музыки экспериментальной, которая требует постоянных таких вложений. Вот, так что достаточно оптимистично, я все думаю. Ну, а как Агата? Чем собираетесь в ближайшее время? Все своим уже занялись, потихоньку. То есть шьете потихоньку вечерами, нет? Ну, да, шьем сольные альбомы, вот так скажем. Ну, а ближайшее, что мы ждем, конечно, ждем, когда появится ненаглядная наша вторая пластинка. Ну, и еще ждем в перспективе обещанные нам турны по европейским сторонам в следующем году. А что это вас на запад-то потянуло? Сами пригласили. Интересно им там послушать. Они же не понимают, о чем поют. А им это не главное, и главное почувствовать, о чем они поют. Я думаю, что 80% не понимают, о чем они поют здесь. И ничего. Ты видишь, я болею, объятия морфея. Меня выкрут в никуда. Смотри, я улетаю на облаке трамвая. Искрятся его провода. Зачем они искрятся? Нетрудно догадаться. Слышен, смешен твой вопрос. Смотри, как возникает алтарь для новой шпалы. Кровавая секта колес. Шпала-лалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалал Пущутся мне глаза Антон зальют кудроном Пойдут по мне вагоны Во имя Ансака Лиса Ты видишь, я нормальный Трамвай на рельсах шпальни Не убегу никуда Смотри, я отдыхаю Под облаком трамвая Искрятся его провода Шпалалалалалалалай Шпалалалалалай Шпалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалал Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр!